Привет, умники! Вы знали, что ученые нашли возможную причину развития болезни Альцгеймера? Разработали лохматые наночетицы для борьбы с раковыми клетками и укрепили свои позиции на фармацевтическом рынке? Нет? Тогда подробности далее в программе новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Нарушение способности центральной нервной системы к самоочищению может быть одной из причин развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа ученых во главе с датской исследовательницей Майкин Недергор. Она обратила внимание на то, что с возрастом, а также при болезни Альцгеймера, эффективность работы глимфатической системы падает. Этот процесс можно выявить задолго до того, как в центральной нервной системе начнется накопление вредных продуктов. Препараты, налаживающие работу системы, помогающие мозгу избавиться от нежелательных веществ, напротив, могут стать новым словом в лечении болезни. А в России ученые Национального исследовательского технологического университета МИСИС разработали наносферы нитридобора с форсинками для эффективной доставки лекарств в раковые клетки при лечении онкологических заболеваний. Благодаря такому строению достигнута повышенная абсорбция лекарственного препарата. Наносферы обладают оптимальным размером и формой, а также химической инертностью. Действие препарата происходит следующим образом. Наночастицы нитридобора с лекарственным препаратом захватываются опухолевыми клетками через мембраны, после чего наночастицы поступают в цитоплазму и ядро клеток, где происходит высвобождение лекарства и начинается его действие. И напоследок в Татарстане. Ректор Казанского федерального университета Решат Гафуров принял участие в открытии цеха по производству мази, гелий и капель на базе ОАО «Татхим» фармпрепараты. Производственная мощность нового цеха – 20 миллионов упаковок в год. При наличии интереса со стороны покупателей выйти на эти показатели предприятие может в короткие сроки. Разумеется, в этом принимают участие фармацевты КФУ, сотрудники научно-образовательного центра фармацевтики. Пример сотрудничества Казанского федерального как научно-исследовательского центра и ОАО «Татхим» фармпрепараты показывает эффективность мероприятий, направленных на импортозамещение, ориентацию на собственные инновации, а не на закупку решений из-за рубежа. А на этом все.